О, в Испанской Ла Лиге Барселона победила Эльче 3-0. Да нет, не пугайтесь, это перенесённая игра первого тура. Только представьте, у Эльче за последние 4 месяца только одна победа в прошлом туре над Эйбаром. Месси оформил дубль, но к нему мы ещё вернёмся. В рамках 25-го тура Леванте и Атлетика Бильбао сыграли в ничью 1-1. Баски на 96-й минуте остались в меньшинстве, но это им не помешало продлить свою беспроигрышную серию до 6 матчей. Две победы и четыре ничьи. Десятый гол в премере забил Марти Рохер. В прошлый раз было 11, до этого 13, а рекорд 22 мяча. Эйбар у Эска 1-1. Команды обменялись голами в конце игры. Хозяева поля не сумели выиграть на своём поле четвёртую встречу. Всего же Эйбар не побеждает полтора месяца везде. Севилья перед ответной игрой кубка уступила Барселоне 0-2. Главный тренер андалуццев Хулин Лапетеги почти в каждой игре получает карточки. Получил предупреждение Лионель Месси, оно стало для него юбилейным 50-м в чемпионате Испании. Аргентинский форвард отметился двумя результативными действиями гол плюс пас. Более того, звезда Барсы забил в пятой игре к ряду. Далее команду Кумана ждёт Севилья, Ассасуна и ПСЖ. Алавес потерпел третье поражение, уступив на своём поле Ассасуне 0-1. Пропущено 10 мячей за 3 игры. В очных играх Алавес последний раз праздновал победу в 2016 году, 4,5 года назад. Первый мяч в премере забил Энрике Борх, а ранее отмечался только в Сегунде. Футбольный клуб Хитафа нанёс крупное поражение Валенсии 3-0. Свою команду подвёл Диахаби, оставив летучих мышей в начале второго тайма в меньшинстве. 24-летний француз не играл 1 месяц из-за травмы. Хитафа прерывает безвыигрышную серию из 6 туров. Крайне нестабильно играет Сельта. На этот раз ничья с бывшим аутсайдером Валя Долидом, который вышел на 17-ю позицию в таблице. Собственно, Валя Долид имеет 8 матчей без побед и встретится в следующем туре с братом-близнецом Хитафе, у которого подобная статистика. Бетис на последних минутах вырвал победу у Кадиса 1-0. Надо сказать, вполне справедливо. Калуб добился третьего выигрыша к ряду, а вот Кадис, отобравший очки у Барселоны в прошлом туре, последний раз триумфовал ещё полтора месяца тому назад. Гранада одержала победу над Эльче 2-1. Это второй выигрыш хозяев в этом туре. Эльче ужасно выступает на выезде. Из шести матчей только одна ничья и пять сплошных проигрышей. Вильяреал, имеющий больше всех ничейных результатов, 13 принимал Атлетика, который имеет меньше всего поражений 2. Лидер чемпионата одержал первую победу за последние четыре игры. Напомню, в двух предыдущих матчах индейцы даже не забивали голов. Реал Мадрид и Реал Соседат проведут свою встречу 1 марта в 23.00. В первом круге в сентябре была ничья 0-0. Расписание. 26-й тур будет разбит на четыре дня. 5 марта Валенсия, Вилья, Реал. На следующий день Валя одолит Хитафа, Эльче, Севилья, Кадис, Эйбар, Ассасуна, Барселона. 7 марта ОСК Сельта, Атлетика Реал Мадрид, центральная встреча Тура, безусловно. Затем Реал Соседат Леванте и Атлетик Бельбао Гранада. Список лучших бомбардиров и ассистентов. Лучшие галядоры Месси, Суарес и Морена. Лучшие распасовщики Лоренте, Дефрутос и Аспас. Турнирная таблица. Атлетика 1. Интересно, насколько хватит сил еще держаться? Барселона забралась на вторую позицию. 53 очка. Разница голов плюс 33. Это лучший результат. Реал пока третий. Его счет будет известен позже. В случае победы Сливочный будет отставать от лидера на одну победу. Игру в запасе имеют Севилья и Реал Соседат. Бетис вышел на 6 место. Участник Еврокубков Гранада 8. Гроза авторитетов Леванте на 9 строчке. Летучие мыши 14. И сразу три клуба имеют по 22 очка. У Эльчи 21. У Эски 20. За этой интригой внизу тоже интересно наблюдать. Рекомендую рейтинг футбольных ассоциаций. Как дела у Испании? Услышимся.